Это последний мой день в этой школе. Я думаю, что я уже почти закончил, закруглился. И мы говорим о том великом поручении, которое мы должны исполнить. Итак, мы говорим о выкапывании и откапывании колодцев Авраама. Поэтому мы всегда должны возвращаться к основанию Ветхого Завета. В Торе. И Тора пророчествовала о Евангелиях Иисуса Христа. Иисуса Христа, Сыне Божьем. И поэтому Евангелие есть основание, которое берет начало в Ветхом Завете. И Евангелие Господь рассказал ученикам, до концов земли, чтобы продолжать эту работу. От момента Иоанна Крестителя, И теперь Господь говорил ученикам, много сил в Царстве Божьем. И оно очень сильно продвигается. Оно не остановилось. В 28 главе. Продолжается дальше до конца мира. Поэтому Вы будете теми. Все мы будем. Теми, кто возвратился. В то же время когда Иисус проповедовал Павел 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 Павел. Нам нужно возвращаться к тому, нам нужно возвратиться к тому той же интенсивности силы Божьей. Но также, когда мы смотрим на церковь современную, что силы нет. У нас есть доктрина, хорошее учение о жизни христианской, но силы, которая была у Иисуса, учеников, о чем они говорили, что-то где-то не хватает. Нам нужно что-то сделать по этому поводу. Если вы готовы поверить мне, нам следует что-то сделать, чтобы такая же сила возвратилась обратно. Тоже сильное Евангелие. И чтобы мир знал. Как и во времена Исаака приходил враг по одной причине. Я очень ясно вижу, что Бог с вами, с тобой. И враг преклонится перед вами. Мир преклонится перед вами, когда они увидят, что ваш Бог сильный. И ваш Евангелие сильное. И что у вас есть сила. И в церкви есть сила. Поэтому Господь ждет. Господь глядывается по сторонам, ищет. И мы говорили об Илье. Когда Илья состаривался, ему надо было найти кого-то, кто продолжал нести помазание. И в этот момент, в этот период в Царстве Божьем, Бог ожидает людей, ищет людей. И потом Библия говорит, когда конец времен уже приближается, Бог пошлет Илью. И последняя стихия Ветхого Завета. Малахи. Последняя глава, последние стихи. Там было очень сильное пророчество. И что оно исполнится в наше время. В последние времена. Четвертая глава, стих пятый. Давайте всю главу прочтем. Ибо вот придет день. Все, все теперь вместе давайте читать вслух. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас благоговеющее перед именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я находил для сего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам, Илью, пророка, перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил землей проклятием. Аминь. Поэтому, что вы видите? Это последние слова, последние книги Ветхого Завета. И дальше идет продолжение Нового Завета и до конца времен. В пятом стихе. Четверто. Помните закон Моисея, раба моего. Все законы, которые я дал Ему. Правила, уставы. Хотя это и конец Ветхого Завета. Но мы не должны забывать Ветхий Завет, но помните законы даже Моисея. хорошо хранить традиции свои, ваши Заветы, все обетования Бога. И помните закон Моисея. Но мы и не жили в прошлом. Мы ожидаем будущего. И мы говорим, «Все, я вам отправлю Илью Пророка». Не одного Илью, но все поколение, которое будет как Илья в конце времен. Ну, не только в последние времена, но в времена Иоанна Крестителя, Господь говорит, Он есть Илья. Он готовит поколение Ильи. Илья и сила, которая была у Ильи возвратиться через служение Господа Иисуса Самого. Эта же сила, как сила Ильи. И служение ранней церкви всех учеников, апостолов, и они несли в себе помзание Ильи. И это продолжится до конца мира. И обратит сердца Отцов к детям и сердца детей к Отцам. Вот какая взаимосвязь между Отцами и Детьми. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом. Патриарх Патриархи, Абрам, Исаак, Яков, Соломон, Давид, Давид, Захария, все Отцы. И наше поколение и наше поколение это поколение Отцов и обретит сердца Отцов и сердца детей вместе соединяться. И весь Завет Божий будет продолжаться до завершения, до завершения, когда уже все планирование о Боге. И мы находимся впереди всего этого движения Божьего сейчас. Мы есть поколение, которое готовится, подготавливается к второму приходу Господа. Мы готовимся. Я не говорю, что Господь завтра придет, но мы в этот период времени что Господь не ожидает пробуждения, пробуждения церкви, потому что в нашей дне особенно в Европе. Если в Азии, то больше деятельности, больше духовной деятельности, церковь более активна, более жизненная. Но вы знаете, что в Европе многие церкви закрываются, и кто идет в церковь, они в основном пожилые люди. И в Западной Европе самая популярная тема, это дебаты в парламенте. Они говорят о том, как избавиться от христианского влияния на европейскую культуру, из европейского стиля жизни. И они говорят о человеческих правах, о однополых браках, абортах, и теперь в Америке, тоже в общественных школах, учреждениях, им не разрешено молиться во имя Иисуса. Им не разрешено помещать крест или десять заповедей в публичных местах. И если вы молитесь во имя Иисуса в общественной школе, вас могут наказать. И в суд за это привезти. Вы можете использовать имя Иисуса только в проклятиях и в ругательствах. Но проповедовать и молиться во имя Иисуса нельзя. Это то, что происходит в Западной Европе и в Америке. Люди пытаются Иисуса выдворить из культуры, из своей жизни. И это происходит. Европейский парламент Америки, Канады издают законы под названием как бы преступления в ненависти или ненависть в мочестве. И когда вы встречаетесь с кем-то, если вы спросите, это твой муж или это твоя жена, то они могут пожаловаться на вас, позвать в суд и заставить вас потому, что вы оскорбляете их. Они, возможно, не муж и жена, но просто живут вместе. И закон их страны говорит и одобряет это. Если вы только уверовали, молодая девушка, женщина после университета и не можете найти работу, вы идите в отдел занятости, регистрируйтесь и правительство будет платить вам пособие по безработице до тех пор, пока вы не найдете работы. И во многих странах проституция легальна. Поэтому они имеют большую компанию, интернациональную компанию с красивыми именами. Так что отделы занятости посоветуют вам эти компании и у этих компаний есть такие вакансии, называемые и готовы взять вас специалист по связям с общественностью. или же другие, ну это не так в принципе, но офицер служащий по связям с общественностью. You know what is public relation officer? A graduate from the university, young, beautiful girl, okay, this big international company give you a job? And she didn't know it, it's an example. Is it from real life? Yeah. It's going to happen in Europe. It's going to happen in Europe. and offer you this. And you still decline, and say no. the government has the right to stop the allowance. У правительства есть право остановить, прекратите выплачивать в особе, больше нет никакого дохода. Because you are choosey, you are lazy, you don't want to work. You say, this is not a good job. Who said? It is legal. Она скажет, но это плохая работа, я не хочу там работать. А они говорят, кто сказал, что плохая? Это же легально. You know, this is going to be your rope. И это будет Европа. The Christian value is being taken away. The Christian faith is no more welcome. There are many people in Western Europe. They don't get married. They don't work hard. They don't want to have children. Они хотят детей рожать. Абортируют их. So, the European people, the white people, are getting less and less. Их становится все меньше и меньше. But they need workers to come in, to work in the factory, in the company. Но они нуждаются в новых работниках, которые бы работали на заводах, фабриках. So, they're getting a lot of emigrants приезжают. From Arab, from Iran, from Iraq, from Turkey, from Turkey, from Turkey, and these people are getting more and more. And these people are getting more and more. Just a year ago, I was in, I was in Vienna, and a very beautiful city. And a lot of those on the street, and a lot of those on the street, were not European, but Asian. Not European, but Asian. the Iranian, the Arab, the Blijnyi-Vostok, the Arab, so many of them on the street. And I saw one man, with three wife, with three wife, 18 children, they can easily fill up a whole bus. They can easily fill up a whole bus. They can easily fill up a whole bus. So people are saying, within, 50 years, the whole Europe would disappear. And it will become like Midaris. It will become another Arab world. So, within this, not to say 50 years, just 20 years, if the church in Europe does not rise up, if the church in Europe will not rise up, with that kind of power, it will be too late. So the time is now. we have no more right to say that, oh, Holy Spirit is not important, healing is not important, prophecy is not important, prophecy is not important. You can say this, maybe, 50 years ago. You can say this, 20 years ago. But now, we can't afford to say this anymore. but now we can't wait anymore. We can't wait anymore. We have to stand up right now. You see? If it is important, it is good that you are not in the Western world, in the Western Europe, you are in the Eastern Europe. we are in the Western Europe. People here are still open, to God, to the Gospel, to the Gospel. And the Muslims are not coming to your city yet. But maybe after 20 years, it will be different. They will come here, and look for a job. And they will have a lot of children. The population will be increasing very fast. So, these 20 years is your time and season. You really have to think deep. And have a deep understanding about the time and season right now. And rise up. And do something. Not after 20 years. Не после 20 лет. Но сейчас. Аминь. 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 Господь послал меня в Европу. С этой одной миссией. чтобы учить и делиться силой Божьей. Потому что в уме западного человека они очень научные. они говорят о причинах. Но когда все доходит до духовных вещей, они презирают это. есть великие теологи. Их самые великие теологи. Их самые великие теологи – это немцы. Но немецкие церкви закрываются. У них может быть сотни тысяч теологов. Но они отвергли силы Божьей. И хорошие теологические университеты. Но церкви закрываются. И также больше всего мусульман приезжают в Германию, потому что они богатые. У них может возможности устроиться на работу. И правительство понимает, наше население уменьшается. Поэтому нужно пощать население рожать детей. И поэтому они платят деньги, если рожают детей. И мусульмане пользуются этой возможностью. Хорошо, мы приехали в вашу страну, живем здесь. Станем вашими гражданами. Поэтому мы много детей родим, вы еще будете нам платить. Поэтому правительство платит и не рожать детей, население растет. А сами немцы, они не верят в брат, супружество, они не верят в семью, они не верят в то, что детей надо иметь. Поэтому это, это Европа. Я не буду вас пугать. У меня есть статистика. Можете в интернете найти эту статистику. Это реальность. Поэтому Господь привел меня из Малайзии. Я живу в мусульманской стране, всю мою жизнь жил. Я знаю, что это, жить в мусульманской стране. Теперь я приезжаю и говорю вам, будьте готовы, делайте что-то. Вот, что мы можем сказать. У нас еще есть время. Исайя 60. Исайя 60. Исайя 60. Исайя 60. Исайя 60. Восьмой, девятый. Восьмой, девятый. Восьмой, девятый. Кто это летят как облака и как голуби к голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсирские, чтобы перевезти сынов твоих издалека, и с ними серебро их, золото их, во имя Господа Бога твоего, святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Окей? За 700 лет до Христа был Исайя. И у Него было видение. В видении Он видел две вещи. В восьмом стихе, что Он видел? Вы знаете, Он видел самолеты и корабли. Но Он не знал, что это за перелеты. Как птица. Даже не было самолетов за 800 лет до писта. То есть это пророчество не для Его поколения. Но это пророчество для нашего поколения. Он не знал, что это было за перелет, такой полет. Но это уже поколение, когда самолеты появились. Самолеты и корабли переносят детей. Евреи, возвращающиеся в Иерусалим с золотом и серебром с богатством мира возвращаются. Поэтому мы живем в этом поколении. Что еще произойдет в нашем поколении? Как с начала главы. Восстань, светись, пришел свет Твой. И слава Господня взошла над Тобою и тьма покроет землю и мрак народа. Это мы видим, особенно в Европе. Они покрыты тьмой, грехом, неправильной доктриной, мафия, масоны, новой новой эйдж, сатанисты. Тьма покрывает всю землю людей и народы. И это изменяет мышление людей. То, что они идут не в том направлении, неправильно. И в это время, Господи, прощается к народу Сиону, к мессианским людям, что время для вас восстать и светиться, и принять свет Господа и светить этот, давать этот свет дальше. И до конца времен, когда мы восстаем, то придет пробуждение. И будут сыновья твоей дочери возвращаться. В 4 стихе. Возведи очи, посмотри вокруг. Все они собираются, а идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, дочерей твоих на руках несут. Когда люди возвращаются к Господу обратно. И евреи, которые возвращаются к Ишуа Мессия. Сыновья приносят дочерей. И в то же время, 5 стих. Тогда увидишь, возрадуешься, затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Это финансовое благословение для детей Божьих. Особенно для евреев, для мессианских людей. И что вы принимаете это благословение. Материальное финансовое благословение. Поэтому я хочу принадлежать евреям. Потому что Господа есть что-то хорошее для нас. Для меня, как для евреев. Теперь обратите внимание на 6 стих, 7 стих. Это будет очень сильно. Множество верблюдов покроют землю. Молодые верблюды Мадиама и Ефы все они с Саввы придут. Принесут золото, ладан, возвестят славу Господу. И все овцы кедарские будут собраны к Тебе. И овны послужат Тебе. Они будут принимать на алтарь Мой. И Я прославлю Дом славы Моей. И тут перечень этих имен. Что это за имена? Что они это представляют, символизируют? Хотите узнать? Кто эти люди? Кто это? Небайо, Кедар, Шиба, Мадиам, Ефа, Сава. Кто они? Кто? Мусульманские страны, да, арабы, Сириане, Иракцы, Иранцы. И если посмотреть историю, можно увидеть, кто они. Можно увидеть, кто они. А теперь Бытие 25. Бытие. Бытие. Иракцы. Иракцы. И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Взял Авраам еще жену. Окей. Получается, Сара умерла. И эта вторая жена рождает. Зимрана, Екшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Шуаха. И дальше мы читаем. В 4 стихе. Сыны Мадиана, Ефа. Поэтому Мадиан, Шуах, Ефа. Чьи они были дети? Чьи они были дети? Абраама, дети Абраама. Да, правильно. Это дети Абраама. Но они арабы. Мусульмане. То есть Господь о чем-то говорит здесь. И та же глава, 12 стих. Вот родословие Измаила, сына Авраамова. В 13-й. Вот имена сына Измаила. Имена их по родословию их. Наба Иоф. Первенец. Первенец. И Кедар. И дальше. Поэтому помните. Господь обещал Аврааму, что Твои сыновья будут как звезды небесные. И как песок морской. Вы знаете, кто это звезды. Вы знаете, кто это за песок. И мы гордимся. Вы гордитесь, что мы звезды. И у Авраама есть другие дети, которые являются песком земны. Морским. Нравится вам или нет. Они ваши братья. Они ваши двоюродные братья. Они являются детьми Авраама. И Исайя 60-я глава. Исайя пророчествует. Что в наше поколение, когда будут самолеты, все эти народы, Неба Иоф, Кедар, Ефа, они придут с золотом, с серебром. И славу принесут Богу, прославятся. Также овцы, овны будут собраны и будут положены на мой алтарь. И это будет принято на моем жертвеннике. И я прославлю Мой храм. И эти люди принесут жертвы для Господа. И их жертвы будут приняты на алтаре Бога Всемогущего. И кто-то должен сделать так, чтобы это произошло. И кто сделает так, чтобы это произошло. Дети из Исаака. Дети из Исаака. Когда Исаак построил свой жертвенник, принес жертвоприношение, поклонился Богу на том жертвеннике, и также выковал свой колодец, Исаак доказал, что Господь был с ним, и что враг пришел и заключил мир с ним. И снова враг подружился с ним. И это происходит в нашем поколении. Это похоже, как будто это нереально, возможно. Но это план Божий в его планах в конце времен, времени. что Бог посылает арабов в Европу с определенной целью. Что многие из них приезжают. поскольку у них не осталось бы никакого шанса веровать в Иисуса в своей стране оставались бы, если бы они оставались. Их бы убили из-за имени Иисуса. Особенно в Иране. И Бог множество иранцев приводит в Европу. И поэтому, если церковь в Европе достаточно сильна, достаточно любит, есть любви, чтобы достигать этих людей. И они присоединятся к церкви, к Царству Божьему. И они будут свои же это привлечения приносить свою хвалу для Господа и будут приняты. Господь посылает их к вам. Поэтому вы идете туда. И они приезжают сюда. Поэтому церковь в Европе должна сделать что-то. Если церковь в Западной Европе не сильно много делает, то церковь в Восточной Европе, вы должны восстать, подняться и сделать что-то. И Господь говорит, через Абрама, через его потомков все народы благословлятся. Поэтому вы те являетесь. Потому что кто вы есть, что вы делаете, все народы будут благословлены через вас. Если вы хотите сказать Аминь, это означает, вы согласны. И вы это будете делать. И вы должны возвратиться сюда. К тому же Евангелию. Наполненному силой, силой, мощи, чтобы идти дальше. И затем Исаия 60-я глава и исполнится. И когда она исполнится, придет много славы. Аминь. Теперь я могу ехать домой. Really? Maybe one more? Completely? Okay. That one more will be you praying for me. И следующий урок, это как сказать, я молился раньше вас о том, чтобы помазание было передалось вам. А теперь вы наполнены помазанием, вы наполнены дарами Духа. Теперь я себя опустошил. Все, что у меня было, я отдал вам. Теперь я хочу это получить обратно. Теперь вы должны помолиться обо мне. Это справедливо? Это честно? Честно? Да. Да. Аллилуйя. Бог благословит вас. Все, пусть Бог благословит вас. Вы счастливы? Вы все еще любите меня? Аминь. Спасибо.